Меня зовут Виктория Рубцова. Можно начать историю нашей семьи с Майдана, событий Майдана. Как и для многих, мы стали участниками этой майдановской истории после 30 ноября, когда произошло избиение студентов. Соответственно, 23 января 2014 года очень много активистов пострадало от рук Беркута и по преступным приказам. Фактически, с Леночкой Масориной, с этим удивительным, этим чистым, искренним человеком, мы познакомились в очень сложный для нашей семьи период. Это как раз после 23 января этого года, когда на моего сына и его друзей на улице Щерства было совершено нападение, устроена ловушка на активистов, которые всеми силами пытались отстоять свою гражданскую позицию. На тот момент их сильно избили, пытали, посадили, они получили очень тяжелые травмы. То, что касается, в частности, моего сына, это было 17 швов на голове, это было избиение, пытки. И вот именно в этот очень сложный, очень для нас даже трагический момент, если связывать со здоровьем и со всеми событиями моего сына, появилась Лена Масорина. Этот чудный человек, несмотря на то, что это маленькая, хрупкая, с большими открытыми, добрыми глазами человечек, который, казалось бы, чем она может помочь. Но на тот момент она оказалась просто, она помогла настолько, ее помощь была просто неоценима. Она находилась постоянно рядом. Она привлекала поддержку СМИ, она привлекала депутатскую, внимание депутатов. Она ходила со мной по всем инстанциям, она присутствовала на всех судах, которые только были на тот момент. То есть этот человек, как я ее называю, человек Майдан. Несмотря на то, что, казалось бы, молодая, утонченная, нежная девушка, но я никогда не ожидала, что у этого человека такой огромный потенциал, такой стержень, что она настолько сильна. Когда Леночка непосредственно после уже Майдановских событий занялась волонтерской деятельностью, мы много с ней беседовали, обсуждали. Да, ту неоценимую работу, которую проводит она, проводит волонтерский фонд Украина, СВИТ. Это работа просто колоссальная. Это работа массы людей, которые Лена смогла организовать, смогла поставить работу. То есть это работа та, которую государство не всегда смогло вовремя подхватить и выполнить. Люди выполняют намного лучше организование и целеустремленнее. И в свое время у нас был с ней разговор, я говорю, Леночка, с твоей жизненной позицией, с твоим кредо, с твоими взглядами на жизнь, на будущее нашей Украины. Мы все мечтаем, чтобы она была независимая, чтобы она была свободная, чтобы экономически процветающая страна была. Соответственно, мы много вели с ней беседы. Она никогда не стремилась в политику, она считала, что каждый человек должен находиться на своем месте, делать то необходимое и ту работу проводить, которая необходима на данный момент и просто неоценима. Тем не менее, я пыталась ей объяснить, что, к сожалению, не всегда отдельно проводящаяся работа, и она может быть настолько результативной, если не идти во власть. Тем более, что нашей стране просто необходимы новые лица, новые лица, которые действительно хотят, чтобы страна стала лучше. С того момента, как я узнала, что Леночка Масорина идет по спискам с партии «Народный фронт», я еще раз убеждаю, что в нашей стране уже начались изменения. Потому что такие сильные люди, имеющие уже такую историю, прошедшие такие сложные, сложный период, начиная с Майдана и продолжающие свой путь, они действительно, это та сила, которая дает надежду на то, что наша страна действительно двигается в правильном направлении.